Здравствуйте, господин Яковлев! Мы сегодня с вами встретились на очередном турнире, посвященном памяти Юрия Соколова, вашего земляка. Но этот турнир среди взрослых завершает свою историческую стадию. И в дальнейшем, со следующего года, планируется проведение уже юношеского турнира на родине Юрия Соколова в городе Серебряный Бор. Правильно? В городе Сосновый Бор. Извиняюсь, спросите меня, пожалуйста, Сосновый Бор. Скажите, почему вроде сначала турнир проводился в Санкт-Петербурге, а теперь переносится Сосновый Бор? И почему смена возрастных категорий? С чем это связано? Среди принятым решением о переносе турнира, решение, наверное, связано с двойной дорогой, которая сформировалась. И, скорее всего, потому что турнир стал в мае менее посещаемым. Среди взрослых. Среди взрослых, да. А по настоящее поколение, которое у нас сейчас остается, мы уделяем большое внимание, и очень приятно будет. В том плане, что турнир проводился именно на родине Юля Соколова, да, в той спортивной школе, города Сосновый Бор, в школе спортивной Малакин, в которой Юль делал свои первые шаги, добивался результатов и прославил наш город. Поэтому нам очень приятно, и мы надеемся и обязуемся проводить данный турнир на высоком организационном уровне, технической подготовленности, и, соответственно, обеспечить ему достаточно присутствие региональное, достаточно большое количество людей. Даты проведения остаются таким же, конец последний, как бы, выходные, приблизительно в феврале, то есть практически на день рождения Юрия Соколова, да? Да, с тем, что Юрия Соколова в день рождения 20-30 сентября, мы хотим оставить ту же самую дату, чтобы это была памятная. Насколько сегодня популярна и развита дзюдо в Сосновом Бору, и за тот период времени, когда выступал Юрий Соколов, появлялись ли такие же выдающиеся дзюдоисты? Город Сосновой Бору и школы Малайки давно известны в спортивном мире Российской Федерации, именно с своими успехами, такими как, ну, предыдущий Юрий Соколов, Владимир Гладченко, Олег Махаров. Появилась новая плеяда для ребят, которые после мира добивались результаты. Это Евгений Станин, участник Украинский федер Максим Пономарев. Ну, и мы надеемся, что вот с последними событиями, что у нас две представительницы нашей спортивной школы в городе стали одна серебряная, это Карина Голокова и одна участница бронзовым призером Чемпионата России в 18-ти веке. Мы надеемся, что это Даша, Даша Филипец, Дарья Филипец, в общем, мы надеемся, что вот этот приятный выступающий подпадет традициям и будет вполне заслуженно нести то знамя, которое поднял Юрий Соколов. Помимо клуба Малахит, есть ли еще отделения или клубы в городе, развивающие дзюдо, популяризирующие дзюдо? В 1995 году была создана федерация дзюдо города Сосновых, как Сосновый город, федерация дзюдо города Сосновый город, которая объединяет в себя клубы города, это спортивный клуб Малахит и ДК Строитель. Помимо этого есть тренер, который проводит частные уроки дзюдо, платные, они тоже входят в состав федерации, но это частная их практика, она занимается отдельной деятельностью, то есть отдельной деятельностью. Они просто помогают работе федерации в плане организации, проведения мероприятий и все то же. Вот так у нас два года, это строители молодые. А федерация, созданная в 1995 году, она основной своей целью, направлением является развитие массового спорта или все-таки спорта высших достижений? Федерация основной целью является развитие массового, популяризация развития массового спорта, борьбы дзюдо в городе Сосновый город. Но при этом при всем мы не забываем о том, что развитие массового вида спорта проводится на определенных примерах, которые дают такой стимул, определенный интерес проявляют у детей, занятия именно этим видом спорта, нашим видом спорта в зудо. Поэтому, конечно, мы повышаем свой, стараемся повышать технический уровень подготовленности спортсменов. И последние показатели, они об этом свидетельствуют. Естественно, мы проводим определенную работу и в плане подготовки своих собственных судей, которые посещают семинары, проводимые в Северо-Западной Федерации Дзюдо. В том числе и в подготовке тренеров, которые таким же образом посещают семинары, проводят подготовку свою, повышают квалификацию. Ну и напоследок мне бы хотелось, чтобы вы в нескольких словах пригласили бы будущих участников на турнир Юрия Соколова, который будет в 2015 году. Город Сосновый гор, город расположенный на берегу Финьского залива, с прекрасной природой, с очень доброжелательными жителями, гостеприимными. И мы всегда будем рады приезду спортсменов в наш город, которые позволят нам завести новые дружеские взаимоотношения и помогут развивать наш любимый вид спорта в Российской Федерации. И внести тем самым свой пассивный вклад в дело в развитие нашего вида спорта. Поэтому мы с удовольствием приглашаем всех любителей дзюдо, в ту возрастную категорию, которая будет определена, приехать в наш город, приобретать участие в замечательном турнире, посвященном памяти выдающихся спортсменов чемпиона мира Юрия Соколова. Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, что говорил нормально. Да.